Вы слушаете подкаст-проект. Здесь мы читаем святых отцов, жития святых и их наставления. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте и ставьте лайки. Все ссылки вы найдете в описании. Матушка известная старица нашего времени, схемонахиня Сипфора Шнякина. Она ясно видела судьбу каждого приходившего к ней человека, знала его прошлое и будущее. Матушка долгое время прожила в Клыково, в монастыре, спаса нерукотворного пустыни. К ней за духовным исцелением тянулись верующие со всей России. С ее именем связывают расцвет Клыковской обители, а также возрождение Оптиной пустыни. Матушка Сипфора поражала людей своей прозорливостью. Так она предсказала появление смартфонов. Но были у нее все-таки и более важные пророчества. Она говорила, что если в России будет править православный царь, то страна не примет печати Антихриста. Примерно за месяц до кончины схемонахиня Сипфора стала подолгу беседовать со своими чадами. Она отвечала на все важные вопросы довольно четко и ясно. Иногда говорила впрок, что ждет Россию и даже когда наступит конец света. «Конец света?» – переспросила матушка и помедлив сказала. «А знаете, как города закрывать будут? Вот все это и начнется». Пророчества Серафима Вырицкого, жившего в середине прошлого века, говорят о том, что спасутся те, кто уйдут из городов, что созвучно с пророчеством старицы Сипфоры. Но интересно и то, что матушка Сипфора предсказала о Иерусалиме очень актуально сегодня. Очень она любила Иерусалим, хотя при жизни ни разу не бывала там, но многое знала про его святыни. Она оторопила клыковского игумена отца Михаила и говорила. «Держай, езжай сейчас, а то потом не съездишь уже, нельзя будет». Он вспоминает, как часто матушка повторяла, что города будут закрываться, что в Иерусалим нельзя будет съездить. Когда речь заходила о будущем, о том, что произойдет в мире и в самой России, она не всегда говорила прямо, вспоминает отец Михаил, почему Иерусалим будет недоступен. Может, это будет закрытая территория или война за войной? Что это? Что это? Еще отец Михаил спрашивал матушку про Россию, что нас ждет. Она отвечала, вот если после Ельцина придет не Горбачев, то после него или, возможно, после второго или третьего президента в России возродится царская власть. И это лучший для нас исход. Но он возможен только в том случае, если православных станет больше, если церковь будет развиваться, заниматься миссионерством. То есть воспитывать детей в духе православия. Отец Михаил спрашивал матушку и про Антихриста, и даже про то, насколько близки события апокалипсиса. Как это будет? И матушка Сифора отвечала вполне определенно. Она говорила, что все написанное в апокалипсисе, каждое слово, оно обязательно должно сбыться. Но если это не произошло в конце XX века в нашей стране, то события начнут разворачиваться в какой-то другой стране. И это опять будет большой исторический круг. Матушка говорила также, если в России будет царь, и она будет сильно православим, то даже во времена Антихриста Россия, возможно, останется единственным государством, которое не примет печати Антихриста. Россия может остаться не под Антихристом, хотя территория ее заметно сократится, говорила матушка Сифора. Если вы приедете в Клыково, то убедитесь, сколько непридуманных историй из бывшихся пророчеств связано там с матушкиным именем. Именно поэтому тем, кто живет рядом или часто бывает там, уже не кажется невозможным еще одно из предсказаний старицы. Говорила она, что придет время, и Клыково станет городом. Называться он будет Спасском. Монастырь разрастется, а на его территории появится много строений. Рядом с обителью поднимутся новые здания. Сюда будут съезжаться люди с разных уголков страны. Духовным центром сердца Спаска, конечно же, станет святая обитель Спаса нерукотворного пустынь. О молитвеннице города ее устроительница, почившая здесь схемонахиня Сифора, которая и прежде при жизни молилась, и теперь молится о нас грешных, о нашем возвращении под покров Отца Небесного, и Пресвятой Богородице. В наши дни верующие стекаются в Клыково, строят дома, обустраивают свой быт, приходят в храм. А это ведь отчасти сбывающиеся матушкино пророчества о судьбах Родины. О будущем России матушка Сифора пояснила, что мы стоим сегодня на распутье, точнее, на перекрестке. Если останется определенное число верующих, то земля наша будет спасена. Словом, как будут развиваться события, зависит главным образом от православных, матушка это особенно подчеркивала, и от того, насколько существенным будет вес именно православия в общественной жизни страны, от последовательности и решимости свидетельствовать об истине. Одно из самых ярких наставлений Клыковской Старицы является следующее, что православные определят судьбу России. Матушка говорила четко, надо быть борцы. Своим духовным чадом схемонахиня Сифора говорила, надо сегодня чаще обращаться к святым. Если в доме есть пять икон, так надо знать тропарь, жития святого, а иначе это не икона, а выставка картин, и надо знать священное писание, уметь думать, размышлять над ним. Молиться, трудиться и на Бога положиться – это одно из главных поучений Старицы. «У нас язык дракон, мы все время болтаем лишнее», – говорила матушка. «Сердце лев, оно вечно гневается, рычит, ноги зайца, то от послушания бегают, то от хороших дел. А руки-то грабли, все хотим себе загрести. А глаза, глаза ястребы, все мы видеть желаем. Любопытство не дает нам покоя». А вот когда к матушке приходили, жаловались на жизнь, матушка предостерегала особенно ноющих людей, как им тяжело и плохо, или те, кто много возмущаются чем-то, отвечала она довольно строго. «Будет вам корыто». То есть, если вы недовольны тем, что имеете, не умеете ценить дружбу, семью, родных, близких, благодарить вообще Бога за все, что у вас есть, а только все время хотите иметь все больше и больше, или все делать исключительно по-своему, то получите, как старуха из сказки о рыбаке и рыбке Пушкина, разбитая корыто. Так она учила людей ценить жизнь и то, что они имеют. Ну а возвращаясь про пророчество о смартфоне, настоятель обители, схиегумен Михаил Семенов, вспоминает о его личном общении со старицей. Когда у нас в монастыре не было телефона, это было очень неудобно. Никакой связи с внешним миром. И получилось так, что я уже договорился провести телефонный кабель, и мне уже и кабель дали, и трактор дали, а председатель взял и запретил. И вот я пришел к матушке в угнетенном состоянии, стал ей жаловаться на эти трудности. А матушка и говорит, «Да не переживай, скоро у тебя будет такой наладонник, ты еще по нему не только звонить будешь, но и телевизор смотреть». Естественно, в 1996 году как можно было это себе представить, если еще и компьютеров никто из нас не видел. Они были в диковину. И тогда они были такими, что ими дрова можно было рубить. Но матушка уже тогда знала и понимала, что будут планшеты и смартфоны. Все же матушка предостерегала. Какие-то пророчества могут и не сбыться, какие-то сбудутся. Все будет зависеть от того, будут ли люди обращаться с молитвой к Богу. И по сей день происходят чудеса у могилы старицы Сепфоры. Она помогает всем, кто обращается к ней с просьбой. Мужской монастырь спаса нерукотворного, пустынь, с любовью принимает сотни паломников, тружеников и страждущих отовсюду. Люди едут и к матушке Сепфоре, и к чудотворной иконе Божьей Матери помощницы в родах, перед которой также случаются чудеса. В обители хранится архив с документами и адресами лиц, которые засвидетельствовали произошедшее с ними исцеление чудеса по молитвам матушки Сепфора. Отец Михаил также рассказывал об одном интересном разговоре с матушкой в 1996 году. Он интересовался, будет ли ядерная война. А матушка говорила, нет, не будет никакой ядерной. Но с Западом у нас будут проблемы. И отец Михаил говорил, так это же и есть третья мировая, значит ядерная. А матушка говорит, да нет, нет, будет другое, что-то мощное, что-то мощное будет. А на территории России войны не будет, только окраины пострадают. А чем, чем закончится все, спрашивал отец Михаил. А матушка говорила, а Россия в Европе будет. Как в Европе? В какой Европе? Где? А матушка говорит, везде, везде в Европе будет Россия. А подождите, а как же европейцы? Ну а где они-то будут? Немного им останется. Остальное будет Россия. А потом, матушка, а что потом? А потом, и вот в этих словах, старица, прозвучало для русских людей важное предупреждение. Если Россия не будет духовно расти, если будет только внешне, стройки храмов, золочение куполов, а в сердце Бога у людей не будет, то тогда начнутся репрессии. Если тебя поведут и бросят вагон, чтобы отвезти на Камчатку, ты езжай. Все, кто окажутся в этом вагоне, они выживут, а остальных будут расстреливать массово, как и прежде. Но если вера в народе будет умножаться, то Господь попустит воцарению в России православного царя. Царь станет гарантом от вхождения России в единое государство Антихриста. И Россия тогда будет единственной страной, которой Антихристу не поклонится. Из воспоминаний самовидцев о матушке Сифоре Клыковской. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Новый выпуск подкаста совсем скоро, поэтому подпишитесь на наш канал. Ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok